Ветераны войны, воспитанники кадетской школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова, курсанты Института береговой охраны ФСБ России, анапчане с портретами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, настоящий бессмертный полк, все, замершим от волнения сердцем, слушали выступление диктора. Заявление Советского правительства! Волнительным и ярким фрагментом мероприятия стали прозвучавшие воспоминания анапчан о своих отцах, дедах и прадедах, не вернувшихся с полей сражений. О подвигах прадедушки мне рассказывала моя бабушка, Федорова Татьяна Валентиновна. Когда у меня будут дети, я им тоже буду рассказывать о героизме прадедушки. Когда звучали слова выступающих, в воздухе стояла невероятная тишина. Чем дальше нас отделяет время от тех страшных событий, от великого подвига советского народа, тем четче и правдивее становится история Великой Отечественной войны. Сегодня все меньше остается рядом с нами людей, которые были живыми свидетелями тех событий. Конечно же, поверьте, я говорю совершенно искренне, мне хотелось бы, чтобы и сегодня заработала программа «Дети войны», и мы почитали тех людей и отдавали им заслуженную дань уважения за тот подвиг, который они тоже совершили. Потому что жить в то время, не трудясь на победу, наверное, было невозможно. Да не наверное, а так оно и есть. И сегодня, находясь на этом святом для анапчан месте, я хочу пожелать всем, чтобы эта война была последней страшной войной для нашего государства. Также Сергей Павлович призвал всех анапчан. Возьмите детей, возьмите внуков, приведите их к этим памятникам и расскажите хотя бы в двух словах, до чего и ради чего они установлены. Продолжил митинг председатель совета Леонид Кочетов. Каждую семью коснулось это несчастье. Война прокатилась огненным катком по всей нашей России, а анапу практически изутюжила. Наверное, в каждом населенном пункте есть памятник, обелиск или братская могила, посвященная защитникам нашего Отечества. Вечная память и вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов тоже нашел очень верные и трепетные слова. 22 июня – самый скорбный день для каждого из нас, для нашей страны, потерявшей около 27 миллионов своих сыновей и дочерей. Многие приписывали себе от года до нескольких лет, чтобы уйти на фронт. Мы помним, скорбим и мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов. От лица юного поколения выступил специалист Центра Ратмир Михаил Косимян. Как молодому человеку мне очень сильно повезло в свое время пообщаться со своим прадедушкой и узнать от его уст всю эту историю. Не из учебников истории, а лично от моего прадеда. Уже 15 лет как его нету, но я признаюсь честно вам, в моем сердце и в сердце моих родителей огромный шрам, потому что нам этого не забыть. И мы это перенесем через всю свою жизнь и передадим своим детям и внукам. Ровно в 9.30 началась сикубанская минута молчания. На 60 секунд остановилось движение транспорта. Работа учреждений, организаций, автомобилисты подали звуковые сигналы. В знак бесконечного уважения к подвигу, который всегда будет жить в сердцах поколений, к мемориалу был возложен венок памяти от благодарных анапчан. Цветы от анапского местного отделения политической партии «Единая Россия», профсоюзных организаций и всех желающих.